Известно, что на территории Абхазии генеральному секретарю ЦК КПСС принадлежало пять дач. Одна из них удивляет посетителей пикантным интерьером. Одна самых посещаемых точек Абхазии – горное озеро Рица. На его левом берегу, в тени густых деревьев, находится государственная дача номер 11, любимейшая из всех, принадлежавших когда-либо генсеку. Правда, построена она была под закат правления Сталина только в 1947 году. И всё же генсек успел пять раз приехать на Рицу, длительный, отпуск. Кстати, на этой даче не было рабочего кабинета, что свидетельствует об исключительно рекреационном назначении постройки. Выглядит дача весьма скромно, несколько построек из дерева, выкрашенного в темно-зелёный цвет, чтобы сливалось с лесом, конечно же, интерьеры комнат практически повторяют друг друга, никаких излишеств в виде лепнины или позолоты. В здании было три спальни, похожих друг на друга один в один. Потому что Сталин за одну ночь мог менять своё местонахождение несколько раз. Чтобы никакие «враги» не предугадали, где он находится на самом деле, и не нанесли удар. А вот кухни на даче не было, потому что генсеку не нравились ни запахи еды в комнатах, ни кухонные звуки. Теперь дача Сталина открыта для посещения. И любой желающий, заплатив небольшую сумму, может прогуляться по её комнатам, своими глазами увидеть их убранство. Интерьер дачи никто не менял. Потому некоторые туристы впадают в ступор, когда видят розовые умывальники и унитазы, оказавшись в покоях человека, который некогда держал в страхе едва ли не весь мир. Однако фаянс трогательного оттенка установлен не в комнатах генсека, а в апартаментах Никиты Сергеевича Хрущёва. Приемник Сталина после смерти политика не захотел использовать дачу. Он приказал построить рядом такой же дом и соединить их коридором галереей. А установка розового унитаза, умывальника и ванны была прихотью его супруги, Нины Петровны Хрущёвой, которую обслуживающий персонал между собой называл «Коробочка», с отсылкой к помещице Настасии Петровне из романа Николая Гоголя «Мёртвые души». Как бы то ни было, но дача Сталина-Нарицы, пусть и состоящая из двух частей, до сих пор является резиденцией президента Абхазии. Когда он не использует её по прямому назначению, туда пускают туристов. Возможно, ради пополнения республиканского бюджета. А также катают на катере, которым когда-то пользовался Иосиф Виссарионович.